Всем привет. Шкодер или Шкодра, устаревшая. В Скутаре славянское название Скадар, город в Албании, расположенный на берегу Скадарского озера в 20 километрах от побережья Адриатического моря, вблизи слияния рек Дрин и Буны. В 13 километрах от города пролегает государственная граница с Черногорией. Является административным центром области Шкодер и округа Шкодер. Шкодер, четвертый по величине город в Албании. По состоянию на 2011 год население города составляет 135 612 человек. Шкодер, один из древнейших и наиболее известных городов Албании с богатейшим историко-культурным наследием. В настоящее время также является основным экономическим центром Северной Албании. Албанское название города Шкодер, так же как и славянское Скадар, по наиболее распространенной версии, происходит от латинского слова скатарии, что в буквальном переводе означает защитники, и относилось к располагавшемуся здесь в поздний римский период легиону. Шкодерская крепость была заложена в IV веке до н.э. иллирийским племенем лабиатов. В 168 граммах. До н.э. город был захвачен римлянами, после чего стал развиваться в качестве важного торгового и военного центра. Не позднее 7. Наши еры в окрестностях города стали активно селиться славянские племена. В дальнейшем город вошел в пределы крупного славянского государственного формирования Дукля, с центром в современной Черногории. История города 10-15 ВВ. Теснейшим образом связана с развитием средневековых сербских государств Рашка и Зета. В 1479 году. Город был захвачен турками, перед этим выдержав две крупные осады 1474 и 1478 ГГ. Сопротивлением туркам руководил албанский князь Лека Дукаджини, последователь Георгия Скандербега. Город был разорен, а большая часть населения бежала. В рамках Османской империи Шкодер был центром сначала одноименного Вилоета, а затем Санджака, оставаясь на протяжении всего Османского периода важным политико-административным, военным, ремесленным и торговым центром, широко известным на всем Балканском полуострове и в Италии. С 1757 по 1831 год. Шкодер был столицей шкодерского пошалыка во главе с династией Бушати и фактически отпал от Османской империи, находясь к ней лишь в формальной зависимости. В 18-19 ВВ шкодерские правители, как верные портя, так и восстававшие против нее, находились почти в постоянных военных конфликтах с соседней Черногорией, которая постепенно расширяла свои границы за счет шкодерского пошалыка. В этой связи начиная с 1840-1850 ГГ. Шкодер занял важное место в рамках восточного вопроса, и в нем были открыты дипломатические представительства всех великих держав. В 19-х, Шкодер становится одним из важнейших центров культурного и политического возрождения албанцев. Именно здесь печатались первые албанские газеты и журналы. Вместе с тем Шкодер был ключевым центром католической пропаганды в Северной Албании, здесь находилась резиденция католического архиепископа. В 1867 году в Шкодере был построен католический кафедральный собор. В ходе Первой Балканской войны 1912 года Шкодер был атакован черногорскими и сербскими войсками. Потерпев поражение при попытке штурма, черногорцы приступили к планомерной осаде. Начальником шкодерского гарнизона был албанский аристократ Эсад Пашет Аптани, ненавидевший турок вообще и младотурок, в особенности. Он отнюдь не препятствовал антитуреца кому-восстанию, вспыхнувшему в Мердите и Центральной Албании. Восстание было организовано при поддержке Королевства Черногории, эмиссары которого осуществляли связь с повстанцами именно через Шкодер. Осторожный и расчетливый Эсад Пашев ожидал подходящего момента, чтобы повернуть оружие против Османской империи. Целых семь месяцев он успешно оборонял Шкодер. Свыше десяти тысяч черногорцев сложили свои головы под его стенами. Наконец, в апреле 1913 году Эсад Паши сдал крепость Шкодер. Скударе, кронпринцу Черногории Даниле Петровичу Негошу, заключив соглашение с черногорским командованием, согласно которому, вывел весь веренный ему личный состав с оружием и боеприпасами, и присоединился к албанским повстанцам в Центральной Албании. По планам Сербии, Шкодер должен был быть присоединен к ней как часть Старой Сербии вместе с Метохией, Косовым полем и Северной Македонией. Одним из оснований к этому было наличие большого количества коренного сербского населения как в самом городе, так и в его окрестностях. Однако, по решению Лондонской конференции Великих Держав, в мае 1913 год, Шкодер вошел в состав новообразованного государства Албания. Во время Первой мировой войны Шкодер находился под оккупацией со стороны Австро-Венбрии, 1916-1918 годов. В 1918 году был освобожден французскими войсками, и в 1919 году вновь передан Албании. В межвоенный период в Шкодере началось развитие пищевой, текстильной и цементной промышленности. По переписи 1924 год. В городе проживало 20 тысяч. Человек, в 1938 году. Уже 29 тысяч. В первые годы правления коммунистической Апт Шкодер был крупным очагом антикоммунистической оппозиции, в сентябре 1946 город был атакован пастрибскими повстанцами. В настоящее время Шкодер – важный промышленный и образовательный центр. В городе развито машиностроение, текстильное производство и производство электроники, а также пищевая промышленность. В городе находится университет, библиотека. 250 тысяч. Томов, театр, художественная галерея, исторический музей. Большую часть населения составляют этнические албанцы и почти полностью ассимилированные ими славяне. В отличие от Центральной и Южной Албании, большое место в жизни современного Шкодера и его округи по-прежнему играет католицизм, который исповедует значительная часть населения. С точки зрения туризма город развит недостаточно, однако благодаря близкому соседству Черногории туристическая отрасль начинает играть все более важную роль. Главной туристической достопримечательностью города является Шкодерская крепость, которая, несмотря на многочисленные разрушения и перестройки, хорошо сохранилась. Известные уроженцы Шкодера. Идромино Кола. 1860-1939. Албанский живописец, архитектор, фотограф, считающийся основателем албанской школы реалистической живописи. Насерудин Аль-Албани, известный исламский ученый-богослов. Рамис Алия, последний коммунистический лидер Албании. Лидия Души, писатель. Герк Фишта, поэт. Гуракучи Луить, лингвист, адаптировавший латинский алфавит под албанский язык. Микел Количи, католический кардинал. Петр Келл и Геоге Марубе, фотографа. Мегини, албанский поэт и писатель. Альфред Мойсио, президент Албании. Сандер Параси, 1920-1985. Актер театра и кино, профессор, народный артист Албании. Мустафа Тукай, писатель, драматург. Зеф Юбани, 1818-1880. Фольклорист, просветитель, деятель национального возрождения. Эль Хаида Дани, албанская и итальянская певица, победительница первого сезона «Голоса Италии», представительница Албании на Евровидении, 2015. Достопримечательности. Театр в Шкодере. Шкодерская крепость. Памятник Луиду Гуракучи в Шкодере. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok